всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine и так мы снова с вами в бесконечном красивом космосе бескрайним бескрайним космосе я прошу прощения что давненько не было серий но космос мы не забываем и двери нам сюда всегда открыты в принципе ну что ж себя попрошу всего лишь лайк лайк комментарий и скоро мы увидимся с вами здесь снова так друзья мы сегодня как вы можете понять из названия серия будем находиться в нашей галактике млечный путь и мы рассмотрим обитаемую планету интересные такой звездной системы под названием apollo чем она примечательна здесь тройная звездная система это два желтых карлика если я не ошибаюсь и у них да также простите есть сосед или сестра или брат коричневый карлик и так это звезды apollo гелиус и тартарус первые две звезды apollo и гелиус полностью идентичны нашей звезде по имени солнце как в песне у виктора цоя да давайте посмотрим так число планет здесь 12 как вы можете видеть планета 1 с жизнью всего лишь у одной звезды имеются планеты так остальные я бы так сказал бездетны 12 планет собственно первая планета это горячий юпитер планета вулкан 2 это планета гера теплая пустынная субфирия планета 3 есть я прохладная безвоздушная субфирия планета ахиллус или ахлус наверное нет наверное ахиллус я думаю теплая пустынная терра пятая планета от данной звезды эта планета адонис она полностью с жизнью несмотря на то что здесь среди температуру минус 57 градусов посмотрите на классификацию органическая многоклеточная морская наземная даже экзотическая одноклеточная морская жизнь невероятно давайте сразу наверное сейчас к ней переместимся хотя подождите давайте посмотрим есть еще планета посейдон это раскаленный нептун интересные краски на планетах конечно планета эребус холодная мурс морская супер аквария далее у нас идет холодный юпитер эрос приогенный нептун никс на мессис это у нас криогенный супер юпитер диаметр 600 тысяч километров обалдеть так а планета гипноз криогенный юпитер и криогенный мега нептун как можете видеть здесь а в этой системе преобладают все газовые планеты в принципе ну а вот то зачем мы сегодня с вами здесь планета адонис полностью идентично нашей планете земля одно солнечные сутки здесь 24 часа 3 минуты но я бы сказал это не сильно то и много да не очень много всего лишь на три с половиной минуты больше ну даже на 4 минуты чем на нашей планете земля так давайте попробуем опуститься сейчас на поверхность смотрите есть свет о чем это говорит что здесь живут умные существа там построены города невероятно планета с кольцами шикарно смотрится вы представьте только на секунду если в нашей галактике млечный путь около 300 миллиардов звезд то какая-то часть даже возьмем наверно процентов 25 из них это звезды идентичные наши то есть у каждой звезды такое возможно есть планета опять же ну брать процентов 10 такая есть планета как наша планета земля ну или что-то наподобие что-то похожее да так а сколько возраст пять с половиной миллиардов лет я хотел посмотреть сколько звездам тоже пять с половиной миллиардов лет на один миллиард больше чем нашей звездной системе чем нашему солнцу на планете бушуют какие-то ураганы смотрите обалдеть подождите вот это что это такое ну-ка стойте я чуть поближе это это какая-то большая большая гора на этой планете возвышенность огромная гора просто я не знаю сколько она в километрах если а нет это а что это за пятно я думал что это огромная гора которая выходит знаете за верхние слои атмосферы а что это за пятно тогда давайте приблизимся хотя я не сомневался да это огромная просто скала вулкан смотрите интересно насколько от уровня моря одну на этой планете судя здесь высота этой горы давайте сейчас за облака опустимся ниже облаков невероятно она огромная а так высота а почему-то не показывается раньше вроде бы писалось ну да ладно но я могу представить что это намного выше эвереста какого-нибудь даже знаменитого олимпа на марсе жалко да вот я вижу опять планета полностью пустая но можно представить что здесь возможно есть какая-то растительность это у нас вода на планете то ли океан то ли озеро мы видим да вон она это гора здоровая но мы кстати сейчас в центре какого-то шторма урагана давайте ускорим время для того чтобы посмотреть это восход наверно скорее всего дамы на восточной части это восход звезды на закат я хочу посмотреть на этой планете да еще шикарный с кольцами представляете пожалуй это сейчас отключу нет нам нужно поменять местоположение вот давайте приземлимся на этой огромной скале смотрите как светится кольца просто невероятно да еще и на фоне млечного пути обалдеть да мы кстати не в центре млечного пути а мы где-то перелетели чуть за край можно так сказать если можно так сказать магелланова облака а у данной планеты кстати я хотел посмотреть сколько спутников подождите у планеты адонис две лунные это умеренный астероид и еще умеренная безвоздушная мини акварио диаметр 3000 километров собственно как наша луна практически но здесь мы можем видеть да вот они по моему а нет эта планета это эрос это холодный юпитер вдалеке мы видим планета ахиллус а это за кольцами просто так и видать планета же не находится простите улицах нет 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 ошибся да все в порядке все нормально жалко да что нет никакой растительности было бы удивительно бы посмотреть бы на это все так меня интересует еще знаете что что я хотел посмотреть это вот планета на мессис креогенный супер юпитер 11 спутников какой он красный водород и гелий холодный да он холодный минус 214 градусов давайте на ближайший спутник на самый ближайший это луна холин а где она я не вижу ее на понятно симулятор не хочет ее грузить очень жалко но отсюда можно было бы вот посмотреть вот на такой вот красный газовый гигант система колец очень тонкая мне кажется скоро он вообще останется без колец притяжением все кольца просто упадут на поверхность ладно планета гипноз кряги на юпитер водород гелий метан соответственно а то есть попробуем опуститься в его нижние слои тонкая тоже система колец а у еще все дети что это что с ним происходит стойте эмулятор что-то сегодня симулятор кажется шалит я хотел в нижние слои а в его облаков опуститься но давайте попробуем давайте ладно вот так хотя бы нет не хочет не хочет ладно газовый гигант хэдэс я здесь тоже почему-то я не вижу спутников хотя они были до этого давайте поставим нормальное время а вот он вот он спутник все вижу его было бы здорово если бы в данный спутник освещался бы вот этим розовым свечением газового гиганта да давайте ладно опустимся по крайней мере на поверхность и вот отсюда открывается вот такое величие вот такая вот красота смотрите как это фантастично давайте ускорим чуть время посмотрим на вращение кстати у газовой гиганты солнечные сутки 9 часов 48 минут ведь быстрее по моему планета вращается чем юпитер вау-вау как будто эти кольца прямо вот сейчас упадут сюда на спутник смотрите кстати там тоже есть какие-то свои ураганы и наступает полная тьма так ну наверное давайте еще раз вернемся к планете адонис все-таки найдем какие-нибудь места я не знаю вот так здесь есть небольшой островок ну как вы поняли да планета большей части обладает водой нежели суши минус 57 градусов но я не знаю организма скорее всего на этой планете как-то привыкли такой температуре ведь даже на планете земля какие-то некоторые организмы бактерии выживают при температуре плюс 200 градусов минус 100 градусов и ничего нормально может здесь существа животные покрыты какой-то шерстью не знаю либо у них кожа так приспособлена выдерживать такие низкие температуры давайте еще раз ускорим время вот так чуть-чуть посмотреть на ночную красоту я всегда говорил планеты с кольцами это самое фантастическое что можно наблюдать особенно если планета с жизнью находиться на поверхности наблюдать различные прям топовые виды вот кстати газовый гигант розовый который мы видели на смотрите как хорошо отсюда виден вот он обалдеть ну что ж наверное на этом закончим нашу серию пишите комментарии как думаете какие существа могли бы обидать обидать простите на данной планете и как они вообще приспособились ну в принципе даже я бы не сказал к суровой погоде но в такой мерзлоте палец вверх подписка на канал и помните что космос и вселенной бесконечный мы только начинаем свое путешествие в нем всем новых открытий пока до встречи встречи